Правда рекламирует. Вот у меня есть бумага, которая называется маркетинговый план по продаже квартиры. Вот я начинаю заниматься квартирой и говорю, дорогие друзья, я сделаю для вас вот это. Рекламирую вашу квартиру таким образом. На что надо обратить внимание? Учитывайте три целевые группы. Соседи, ипотечники, и рекламирующие. В первую очередь надо рекламируют для соседей. Но, скажем так, пункт первый это интернет реклама. Это Сиан, Авито, Другие порталы, условно говоря, штук 50 порталов. Можно разместить в вашу рекламу. Чем больше, тем лучше, если вы там есть какие-то. КВАДРУМ, КВАДРУМ. Местер, ууу, я знаю еще есть такой портал, там вот я просто хозяин его знаю. Тоже вроде ничего, люди в том ключе. ЧОЙСТР есть. Вот их много, там, скажем, с вами говоря, сутник. Плюс еще, плюс срок. Это то, что делают поздравляющие большинство людей. Они размещают объявления где-то там на ЦАНе на Авито и считают, что все. Все, реклама. Да, мы дали рекламу. Но может и не только это сделать. Что можно еще сделать? Может то же самое проплатить. Да, продвинуть. САН, Авито, там, вот видите, ЧОЙСТР и КВАДРУМ и так далее. Захватить немножко денег. На Авито хорошо работает. Это стоит полторы тысячи рублей. И звонки начинают идти. Потому что на Авито как устроено? Что вы выставили объявление. Первые там... Первые партнеры вроде и звонки, потом все, нет звонков. Лучше продвинуть. И обычно люди, к сожалению, вот этим ограничиваются. Когда продают свою квартиру. Считают, что мы выставили квартиру на ЦАН и этого достаточно. Почему достаточно? Нам надо воздействовать на соседей. А каким образом можно воздействовать на соседей? Значит... Первое. У нас третье. Что нет? Ну, давайте я напишу баня. На окне. То есть, делается растяжка двухметровая с... Два метра на метр. Но если этаж высоте, то можно и побольше сделать, да? Ну, обычно там два на один метр. С надписью продаю. Чем хороша эта растяжка? Тем, что она действует на соседей. На нашу самую целую группу. Если человек увидел в окне... Вот там в окне, вон там растяжка, по-моему, висит, да? Если он увидел вот там, на том доме растяжку, то это что значит? Что человек здесь либо живет, либо работает, либо... Либо дети, либо родители здесь. Значит, он не просто так возник. Ну, вот появился здесь, да? Вряд ли вы увидите. Если мне не очень интересно какой-нибудь там, не знаю, Бескудникова или там... Перелева, да? Я там не появляюсь. Но я там не увижу растяжку. А здесь вот я каждый день бываю на работе, да? Вот я знаю, что вон там висит растяжка с номером телефона. Соответственно, дальше. Если я работаю здесь, в офисе, и мне приходит в голову мысль, а не купить мне квартиру, чтобы не ездить каждый день... Допустим, я живу в Подольске, у меня есть некоторое количество денег, и я думаю, что мне мотаться в Подольске, да? Давайте я куплю здесь квартиру в соседнем доме. У нас, более того, есть люди, которые, собственно, купили квартиру, которые живут рядом с офисом. Даже они вот здесь находятся, в этом зале. Вот. То есть баннер ездит на соседей. Вот в чем его преимущество. Это самая адресная реклама. Что обычно люди говорят? Ну, я продалгаю, допустим, люди продают квартиру. Я им продалгаю, дайте, давайте повесим баннер. Они говорят, ну не, ну что, у нас тут такой необычный дом, нельзя вешать баннер ни в коем случае. То есть 90% людей... Да что там, мы с папой дачу продаем, да? Я говорю, пап, ну давай баннер повесим. Хорошая медпродажа. Не, ну что ты, ну нельзя ни в коем случае. Папа, понимаете, я папу не могу убить, что надо повесить баннер. В результате мы повесили баннер на нашей даче. Что произошло? Мне отзвонили все соседи. Все соседи. Там, я знаю, четыре участка границ, все соседи. И с квартирами то же самое. У меня был случай, например, продаю квартиру, мне звонят, с противоположной на личной клетке, да? Мне звонят человеку, говорит, что продаете квартиру, сколько стоит? Вот, баннер очень эффективный метод, чисто на соседях. Еще лучшее, что сделать с баннером. Человек позвонил, обычный разговор какой-то. Да, что, продаете? Продаю. Сколько там, сколько комнатных? Ну, двухкомнатная квартира. Сколько метров? Ну, 36, как обычно. Да, там, 45. А, спасибо. А, сколько стоит? Стоит столько-то. Да, спасибо. Вот такой обычный разговор, да? Ну, человек поинтересовался, значит, что ему... И непонятно просто, ну, есть она квартира или нет. В этот момент ему можно прислать ссылку. Плюс ссылка, да? Ссылку на сайт. Где висит информация по квартире? Фотографии, видео, может планировку. Да? И конверсия повышается. Баннера, да? Потому что человек увидел, что квартира живая. Вот видео снято. Это никакой не фотошоп. И там... А на видео можно показать, что вот вид из окна. Ну, вот, например, здесь вот. Вот рамвайные пути, да? Человек понимает, что квартира живая. И, скорее всего, он дойдет посмотреть эту квартиру. Да? Потому что интерес больше. Дальше. Значит, что еще действует на соседей? На соседей действует... Вот это все... Ну, вот здесь уже мы плавно перешли к оффлайну, да? То есть я люблю онлайн, но, в принципе, оффлайн тоже хорошо работает. На соседей еще действует такой метод, как раскрейка. О чем идет речь? Вы берете... Делаете вот такие объявления. Вот такие. Ну, вот, третья А4. Я делаю так, может побольше, может поменьше. И все вокруг можно заплеить. Весьми объявлений. Да? Дальше люди начинают вам звонить и говорите, а что это вы за квартиру продаете? Вы говорите, а вот я продаю такую замечательную квартиру, там, двухкомнатная, там, 52 метра, стоит столько, там, 20 миллионов. Вот. Тоже покупатели. Опять-таки, они самые целевые. То есть расклейку имеет смысл делать где? Непосредственно... В непосредственном листе от вашей квартиры. У меня был случай такой, на садовочей нагрязкой подавали квартиру, и мне клиент говорит, ну, слушайте, мы всем соседям рассказали, все соседи знают, что мы продаем квартиру. Я заклеил, несмотря на то, что все соседи знают, я заклеил все вокруг этими объявлениями. У нас квартира на втором этаже приходит с шестого этажа. И говорит, они друг друга знают, да? Зухра, привет, да? Вот. Но это был реально покупатель. Несмотря на то, что я, кого все соседи знают, расклейка сработал. Дальше. Какой метод еще можно действовать соседей? Можно вопрос? Да. По тексту объявления можно по конкретному? По тексту расклейки. По тексту расклейки. Вот человек, когда видит такое объявление, ну, по секрету могу сказать, что лучше написать, как туль с лапой, чем с хорошим шрифтом, да? Вот. Это первое. А второе. Человек, когда видит такое объявление, что он должен понять? Он должен понять, что квартира реальная. Да? Поэтому я пишу. Вот. Ваш раз. 658 корпус 2. 12 этаж у нас, да? И кухня сели 8. Да? И тогда у человека возникает... Вот это возникает, ты знаешь, что квартира-то есть, да? Что... А продам меняю, что ли? У меня написано, что продам или обменяю. Или обменяю. Или обменяю. Значит, здесь... Вот, смотрите, что надо понимать. Покупатели... Вот я написал, да? Какие у нас есть покупатели? У нас есть покупатели альтернативщики, да? То есть человек, допустим, продает свою квартиру, там, не знаю, где-нибудь... Варикова Борисова, да? И хочет переехать жить сюда, на Красносельскому. Это тоже покупатель. Может быть, ему уже внесли аванс. То есть альтернативщики, это очень хороший покупатель, с которым надо охотиться. Поэтому вот продам или обменяю, вот и больше. Вот и больше. Но просто здесь очень много тонкостей, да? То есть вот если делать расклейку, то вначале надо сделать макет. Потом надо сделать правильный текст. Потом надо заказать это. Потом надо поклеить. Очень много тонкостей. Не хотят подробно вдаваться, но темнее отметка, который работает. И он летит на соседей. Обращаю ваше внимание, да? Почему она эффективна, это расклейка? А клеить надо вот вокруг соседей дома, вроде. И свой подъезд, разумеется. Вот есть квартира, вот прямо там и надо поклеить. Дальше, пятое. Как еще можно дать рекламу, чтобы увидели соседей? У нас сейчас есть, ну, 21 век у нас все-таки, да? Поэтому у нас есть соцсети, есть таргетированная реклама в них. То есть, можно дать рекламу в Фейсбуке, во Вконтакте. В Одноклассниках можно дать, но она не таргетируется по району, к сожалению. И еще есть такая штука, Fidworks называется. Это контекстная реклама Гугла. Потому что есть контекстная реклама Яндекса, но, к сожалению, Яндекс до сих пор не может настроить на район. А новостатистика какая? Я уже сказал про соседей, да? Давайте назову цифру какую. Что 70% покупателей, 70% покупателей, живут в 5 километрах. В 5 километрах. Поэтому вот с помощью этих инструментов можно дать рекламу на 5 километров вокруг. И это самые целевые покупатели, которым ваша квартира интересна всего. И вот как раз 30 декабря я закрыл сделку, где у меня покупатель пришел из Фейсбука. Я отдал таргетированную рекламу и покупательница, она сначала увидела рекламу на Фейсбуке, потом открыл ЦА, но пришла там на из Фейсбука. Вот недолго я рекламу и меньше продавец бы получил. Вот. Значит, следующий такой метод задействует на покупателей. Можно дома пойти просто. Дома подъезд. Вход дома. Итак, вы идете по дому. Звоните в каждую дверь и говорите «Здравствуйте, я продаю свою замечательную двухкомнатную квартиру. может быть у вас или у ваших родственников, знакомых будет интерес. И вот самое интересное, что люди такие находятся. Просто пройти». То есть статистика какая? Звоните в каждую дверь. Но если вас знают просто в лицо, то тогда все просто. Вам все двери открылись. Если вас не знают в лицо, то все равно вам половину двери открывают. И вы предлагаете просто. Дорогие друзья, вот мы продаем квартиру. Не хотите ли купить? Я сейчас расскажу историю, которая просто подтверждает, что да, можно найти покупателя. И он самый целевой. То есть вы вошли в дом, прежде всего надо обратиться к соседям по лечественной площадке. Надо спросить у них не хотим. У них может не быть денег. А вот по этой последней сделке, которой мы 30-го числа передали квартиру, там какая ситуация была? Покупатель жил на лечественной площадке. То есть вот у меня лечественная площадка, вот наша квартира 32-я, а здесь 31-я покупатель живет. Но она была, к сожалению, не очень удобной для нас. Она была альтернативной. Ей надо было продать квартиру где-то в Бавашке что ли, и тогда бы у нее привелись деньги. Поэтому мы выбрали другого покупателя. Но просто это факт, что вот в соседней квартире вы можете покупать. И вот обход дома он может вам помочь найти и покупать. Дальше, что может еще действовать на соседей? Ну, может быть и экзотическая реклама какая-то. Например, на свальте. Сейчас с ней немножко борются, но тем не менее. Опять-таки, вы нарисовали в какой-то фирме, надо сказать, лучше всего. Вряд ли вы сами любите там краску писать. Значит, вы заказали 10 надписей. Люди ходят, а они видят, что да, продается квартира. Ну, соответственно, ваш телефон. Люди ходят, видят, что продается квартира, звонят, приходят и... Опять-таки, это целенаправленная реклама, которая на нашей целевую аудиторию здесь будет. Ну, я думаю, хватит. Да, вот по поводу того, что действует на соседей. Теперь скажу пару слов, что действует на ипотечников, альтернативщиков. То есть, вам надо было понимать, что ипотечники, альтернативщики, это самые хорошие покупатели. Если звонит человек и говорит... То есть, есть предрассудки у людей, у продавцов, да? Я вот разговариваю с одной из собственниц, она говорит, о, нет, мне не нужна ипотека. Нет, ипотеку берут только нищие. Это ерунда полная. То есть, ипотеку берут все. Например, человек, владельц фирмы какой-то, выбираем, но там есть бизнес, который генерит ему, не знаю, 50% годовых. И вот он хочет купить квартиру, допустим, здесь какую-нибудь дорогую квартиру, там, за 30 миллионов рублей. У него какая-то натива? Он может либо выдержать из своего бизнеса, там, из 30 миллионов рублей, купить квартиру, либо может пойти в банк и взять ипотеку, которая обойдется ему, ну, не в 50% годовых, который дает его бизнес, а дешевле. Да, и люди так и делают. А особенно, ну, вот, если большие бюджеты, да, там, несколько десятков миллионов рублей, какая ситуация бывает? Есть ли у человека, там, на депозите, не знаю, 15 миллионов рублей, а надо квартиру за 20 купить? Что, он не пойдет, не возьмет 5 миллионов рублей и ипотеку? Легко. Легко. Поэтому, значит, если, самая главная ошибка, это отвергать ипотечных покупателей из-за своих предрассудков, да, ипотечные покупатели, они очень хорошие покупатели, и у вас должны быть готовы документы для них, да, чтобы вы пришли люди вносить аванс по ипотеке, и вы им сразу даете документы. Вот, пожалуйста, идите одобрять ипотеку вашим домом. То же самое для альтернативщиков, да, то есть если вам звонит человек и говорит, я продаю, вот нам есть аванс за 5-комнатную квартиру, сделка у нас будет, там, через 3 недели, готовили вы нас ждать. Очень может быть, что этот человек сделает самое лучшее предложение по цене, потому что он мотивирует. Какие-то вопросы, может быть? Я еще слышал, существует такой метод подачи рекламы, это как раздача объявлений перед метро, насколько она эффективна? Пожалуйста, можно раздать. Можно и можно расклеиться, можно разложить под дворники, у машин соседей, можно разложить. У метро просто, вопрос в чем? Нужны лучше всего водить на ближайшее окружение. Просто у метро непонятно, куда человек пойдет. Вот к нашему дому пойдет, это противоважная сторона. поэтому расклейка лучше, Плюс, если просто раздавать, ну, отклик меньше будет. А вот расклейка, человек вышел, с утра вышел, вот он читает, продается там, двухкомнатная квартира, он думает, о, да, как раз мне, детям надо купить двухкомнатную квартиру. Взял, позвонил. Третье. Сколько времени нам продавать?